Грандмастер третьей ступени Когда выходил, думал, скажу заветное «Привет, Крокус», но все-таки «Крокус» — это здание, и хочется сказать огромный привет вам, друзья. Огромный привет. На сцене я впервые, но в «Крокусе» я уже седьмой раз. И знаете, каждый раз, когда я находился здесь, я мечтал выступать на сцене с самыми сильными контрактами. И сегодня это произошло. Это просто невероятно. Реально дух захватывает. Мы там все переживали очень сильно. И, друзья, обязательно поставьте себе такую задачу — на следующем дне рождения выступить среди самых сильных спикеров вот здесь, на сцене. Это очень важно. Огонь. Знаете, семь лет назад, когда я только узнал про сетевой, я был консультантом натяжных потолков. Я работал маляром газовых труб, красил трубы. И работал в общепите по продаже хот-догов. И знаете, вот именно тогда, параллельно с учебой, я узнал, что есть такой сетевой, начал им плотно заниматься. И что произошло дальше? Я начал работать в одной компании, прошло пять лет, и сейчас я здесь, в Гринвей. Я пришел сюда. И я хочу поделиться результатами, которые произошли здесь. Смотрите, с первого дня работы по сегодняшний день мой товароброд с командой, наш с командой, увеличился в 312 раз. Вдумайтесь только в эту цифру сейчас. Это огромная цифра, просто сумасшедшая. Если в первом месяце мы с командой сделали 480 тысяч рублей, то вот в крайнем месяце мы сделали 150 миллионов рублей. Это то, что не снится никому в традиционном бизнесе, очень многим компаниям, даже не снилось. И нам совсем немножко не хватило за год в товарообороте до миллиарда. И в этом году мы с командой поставили такую себе задачу – сделать миллиард рублей. Я когда произношу, у меня просто мурашки по коже. Очень круто. За один год и чуть больше в моей команде сейчас 44 тысячи человек и 41 человек вышел на квалификацию, позволяющую забрать автобонус. И сегодня ребята здесь. Ребята, я вас очень сильно поздравляю с этим. Это очень круто. И в моей команде сегодня есть уже миллионеры. И это просто не может не радовать. Когда я только начинал, вот то, что происходило, оно происходило у многих на глазах. И знаете, это не кино, это не сказка. И многие спрашивают, как это произошло, что случилось, как это. И я сегодня хочу поделиться с вами. Когда я только начинал, приглашал в бизнес, и люди слышали следующее. Я тебя зову в компанию, и в этой компании мы будем создавать товароброд. Там есть флагман, и это салфетки. И знаете, многие люди, они и смеялись. Многие люди, они не верили в это. Они просто не верили. Я поверил в это, начал работать. И смысл в том, что вот сейчас вы должны понять, что просто нет ничего невозможного. Да, вы слышали эту очень часто фразу. Вы должны понять, что очень много реально зависит от нас. И есть два правила, которыми я хотел бы поделиться сегодня с вами. Они мне на ближайшем всего пути помогали, и я хочу, чтобы они помогли вам. Итак, правило номер один. Один процент усилий решает все. Знаете, вот я наблюдаю за сильными контрактами, и вы знаете, что они сильны на самом деле не на много. Не в пять раз, не в десять раз. Сильный контракт сильнее другого очень часто на один процент. Как я это анализирую? У человека 24 часа в сутках. У человека две руки и две ноги. И знаете, если вы смотрели когда-нибудь скачки, как вот лошади бегут по ипподрому, одна другую обгоняет обычно на один сантиметр. Видели когда-нибудь такое? И нет такого, что там на 20 метров или на 30 метров. Обычно совсем немножко. Так вот, друзья, здесь то же самое. Один процент вас отделяет от GM. Если вы будете на один процент активнее, если вы будете на один процент общаться приятнее, эмоциональнее, если на один процент момент закрытия вы будете дожимать еще сильнее, вы будете закрывать самые высокие вершины здесь в компании. Это так работает. И правило номер два. Если ты видишь, что улучшить, улучшай. У меня есть для вас история. Я работал, как сказал, в общепите по продаже хот-догов в Новосибирске. Мне было 18 лет. И я устроился в точку. И в этой точке было очень много просадок. Через неделю я понял, что происходит не так. Я понял, какие проблемы. И там было очень много проблем с персоналом. И был один очень важный нюанс. Там были батоны, которые постоянно черствели для хот-догов. Я не мог понять, почему начальник на это закрывает глаза. Почему так происходит, что для него это не важно. И однажды я осмелился после рабочего дня предложить начальнику купить контейнеры, которые будут герметично закрываться, и вот эти батоны будут черстветь. В этот же день меня уволили. И поначалу я расстроился очень сильно. Потом я, конечно же, понял, что это только к лучшему. И знаете, что произошло здесь? Здесь начальник мой поставил на первое место свое эго. И он не мог представить, как молодой парень ему мог что-то посоветовать, что улучшил бы наверняка его бизнес. Мой совет на самом деле снизил бы расходы. И на второе место он поставил анализ. Так вот, друзья, что я вам хочу сказать. Всегда анализируйте и улучшайте. Вот у вас прошло закрытие месяца, 6-е число. 7-го числа садитесь и просто анализируйте без эго, без розовых очков, с возможностью того, что если есть какая-то проблема, проанализируйте и просто улучшайте это. И это работает. И знаете, мы часто очень встречаем какие-то проблемы в работе. Они неизбежны. Они всегда будут. Вопрос только того, как мы реагируем на это. И у меня есть знакомый, это пилот со стажем, мужчина. И он налетал уже несколько тысяч часов полета. И знаете, у него есть очень крутое выражение. Какая бы проблема не произошла, продолжай пилотировать. И вот я сейчас хочу вам сказать, друзья, какая бы проблема у вас не произошла в работе, на пути к вашей мечте, продолжайте пилотировать, несмотря ни на что. И вот у вас не закрывается квалификация очень долго, продолжайте пилотировать. Вы не можете подписать человека, которого так давно хотели, продолжайте пилотировать. И сегодня здесь все люди выходили на сцену, которые пилотируют несмотря ни на что. И люди, которые просто не сдались. Поймите эту очень простую формулу результата. И знаете, мы выигрываем, когда понимаем, что есть что-то важнее страха. Когда мы, например, понимаем, что есть что-то важнее, чем, например, страх, где наши дети будут, например, учиться, где наши дети будут жить, где будут лечиться наши родители. Нет вообще страха, в принципе, сильнее, чем наша семья. Я имею в виду, в плане того, что мы на висы и ставим просто, и анализируем этот моментик. Я очень часто слышал от лидеров, что, ой, блин, я боюсь провести там первый зум. Или, например, я боюсь снять сториз со своим лицом. Это все мелочи. Это все мелочи. Ты можешь это сделать. И важно очень здесь просто преодолеть себя. И измени просто этот страх. Перетранслируй его в действие. И победи себя. И вот вспомните, как наш бизнес показал себя во время кризиса. Все компании, очень многие тонули, банкротились. Что с ними происходило? Мы росли многократно. И если вы сейчас думаете, что вы не можете закрыть мастера или GM, например, короче, это просто рамки только в голове. Я вам хочу сказать, что вы не то что можете попасть в автопрограмму в этом году, вы уже в этом году можете пересесть на свой Мерседес. Представляете? Можете уже сегодня в этом году оказаться в этой автопрограмме, ездить на своей машине. Если сравнить с альпинизмом, то, что происходит сейчас, мы на самом деле только разбили лагерь, и мы только сейчас начинаем свой путь. Мы в самом начале пути. И наша история сейчас, эта история не о каком-то продукте, не о врубчике или еще о чем-то. Наша история – это о том, что абсолютно любой человек из любой глубинки, из любого города может с нуля стать топ-лидером, может с нуля построить огромный бизнес. И для того, чтобы зарабатывать деньги, тебе не нужно быть родственником какого-то очень богатого человека, чтобы он тебя устроил по блату, и ты из-за этого зарабатывал деньги. Знаете, не бойтесь, что над вашими мечтами кто-то посмеется. Короче, я хочу, чтобы вы продолжали смеяться над моими мечтами. Потому что в мире, в нашей истории, все самое глобальное происходило тогда, когда кто-то кого-то недооценил. И я хочу, чтобы, например, нас недооценили. Это очень важно. И смотря на рынок сегодня, я вижу, что насколько мы номер один. Я вижу, насколько мы топ, мы ничего не боимся, мы идем вперед, и нас просто практически ничего не останавливает. Я вам хочу сказать, что, ребята, верите в себя, стройте большие структуры, стройте огромные товарообороты, мыслите широко, пусть у вас все получится. Всегда мечтал так сделать. Крохус, привет! Спасибо! Огонь! Просто сондаут!